Председатели садоводческих товариществ собрались в недавно отремонтированном актовом зале администрации городского округа Щелково. В повестке дня их традиционного семинара, как всегда, важные вопросы, требующие коллегиального обсуждения. Основным стало принятие обращения к председателю Московской областной думы. Тема острая и актуальная еще с 2019 года – взаимоотношения с единым региональным оператором Хартия по сбору и вывозу мусора. Компания требует организовать в СНТ и ДНТ площадки для сбора отходов и вывозить по графику. Садоводы же привыкли к пакетному методу, то есть путем подворового объезда и сбора. 60 кооперативов договор с Хартией не заключили и рискуют быть оштрафованными на 100 тысяч рублей каждый. Здесь же присутствует много председателей, у которых под линиями электропередач. Только методом отъезда можно. Значит, приехало три комиссии, а потом пять комиссий. Никаких актов нет. Значит, видят, что невозможно. Заставляют садоводов возить мусор в Алексеевку-2 за 4,5 километра. Заключен с Хартией. Сразу приехав к ним, я объяснил, что у меня СНТ находится по линии ЛЭП-300. И что у меня идет по прямой, у меня нет места, где поставить ни контейнеры площадки, ни контейнеров, ничего вообще нет. И это все остальное установка вся незаконная. У меня можно вывозить мусор только методом объезда. Или они нас не слышат, не видят, не понимают, я вот оно могу понять. Я, например, уже в шоке от Хартии. Ситуация хорошо знакома депутату областной думы, председателю профильного комитета Владимиру Шапкину, который традиционно принимает участие в общих собраниях Союза СНТ. Он, в частности, объяснил, что подворовый сбор мусора не предусмотрен законодательством, если только его федеральные коллеги не внесут коррективы. Но помочь садоводам найти взаимопонимание с Хартией все-таки можно. А вот где их можно подрегулировать, и мы это делаем, есть такая позиция. Первый – это с квадратного метра, о чем идет речь. Второй – с человека зарегистрировано на этих квадратных метрах, и есть по нормам накопления. Вот в данном случае можно работать с Хартией, когда заключается договор с СНТ, и по нормам накопления вывозить, по факту вывозить, вот, отходы. Я думаю, что здесь как раз мы можем найти интересы, их попросить, а если где-то что-то недопонимание заставить, это закон. Депутат также рассказал о принятой в Московской области трехлетней программе очистки земель лесного фонда, находящихся в городской черте, и других природоохранных мероприятиях. Кроме него на семинаре садоводов выступил инспектор Госпожнадзора, который напомнил, что сейчас в Московской области введен особый противопожарный режим и полный запрет на разведение какого-либо огня. А представитель московского учебно-опытного филиала Мособллес ответила на вопросы о лесной амнистии. Отличившимся в своей работе председателем правления СНТ и ДНТ вручили грамоты и благодарности. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.